Кисть Задача карандашом или кистью, как правило, дистанция между опытным, который делал это уже 8-12 лет, и нами будет невероятная. Если мы берем другие материалы, он в них не натренировался. Другие материалы, такие как тряпка, мастихин и палец, рука. Пальцы, кисть, руки. Здесь мы способны на жест, так же, как и опытный художник. Просто способны на жест. А современная живопись, она вообще, в принципе, взыскивает с художника не умение рисовать, вы знаете, вы видите, а умение сделать поступок на холсте или еще каким-то образом. Проявить вкус, проявить жест, эмоцию какую-то выразить. И это дает нам шансы моментально проскочить вот эту академическую массу знаний, которые желательно иметь. Поэтому я к тому, что можно использовать другие технические приемы на первом этапе. Ну, кисть будет долгое время не слушаться сейчас. Кисть руки и кисть в руке. А другие инструменты, они как раз дают возможность технически интересно решать, то есть, вот так сказать, эмоционально решать. То есть, то, что сейчас модно в живописи. И быстро-быстро достичь результата, просто понимая, что свет, тень, то есть, вот эти вот вещи для себя определяют. Ну, и сама даже технология. Сейчас это все показывает, поэтому это не будет так голословно. Пока это только возле. Поэтому я призываю вот новичка, я так понимаю, что передо мной новички, призываю новичка встать на путь хитрости. То есть, обыграть свою неопытность, прийти сначала к результату, сначала уметь, а потом подбирать знания. Сначала уметь создать целую картину, умение, технологическое знание и умение написать, подать картину. Подать. И для этого, вот в данном случае, конечно, мои уроки просто безупречны. Мы сначала, с самых первых уроков, мы делаем готовую вещь. Мы часто, у нас много во время уроков, мы видим, как другие картины делаются. И, конечно, можно шпиговаться знаниями в процессе. Конечно, я проговариваю какие-то основополагающие вещи. Ну, скажем, вот я вижу у вас некоторые в тетрадке. Скажем, в тетрадку можно записать, ну, буквально на страницу всех серьезных знаний о живописи. То есть, знаний о живописи, их нет. Ну, на страничку. Как декреты этих самых, большевиков. И то, что льют воду, а льют страшную воду. Я, когда просматриваю иногда вот эти учебные пособия, ну, я понимаю, что просто становится страшно. И это ни к чему совершенно. Вся теория живописи в основном сводится к практике живописи. Как подойти, как решить. А теории там, ну, на страничку. Понятно, что свет кинет. Ну, опять же, ну и что, что свет кинет. Ну, вот, например, в тетрадку можно было бы написать. Прямо, чтобы зарубить себе на носу, сделать такую серьезную пометку. Теневые не любят много краски, а световые любят краску. Это очень важное знание, которое все время выпадает из виду. И если вы придете в музей и начнете просматривать, насколько это так, вы так и увидите, что теневые прозрачные акварельные, а световые густые. Вот это вот очень важное знание. Оно должно быть красным, выделено в любом учебнике. Но оно не выделено. Его даже вообще нет. Идет вопрос о свете и тени. Ну, конечно, важно. Ну, мы же в принципе. Это же свет и тень, штука-то очевидная. Правда? То есть не надо уговаривать человека, что это тень, а это свет. А вот настоять, чтобы он на световую положил гуще краску, а на теневую сохранил акварельность, так сказать, малость фактуры, вот это важно. Ну, и так в процессе, пока мы сейчас будем калякать, вы тоже увидите какие-то моменты, которые, может быть, стоит записать. Так, и начнем мы. Сейчас я выдаду краску. Значит, у нас еще какая проблема? Постоянно, как смешивать краски? Ну, прям, действительно, ну, как смешивать краски? Я вам скажу, чтобы вопрос этот отпал довольно быстро, нужно взять скупую палитру. Скупая палитра проповедана гениальными мастерами прошлого, своим уже развитым ученикам. То есть минимум красок в палитре. Ну, вот у меня есть знакомые художники, которые, видя мой опыт, тоже увлекаются каким-то этой идеей. Потом, выходя, после уроков своих, которые там нечаянно кому-то умудрились сделать, они говорят, слушай, ну почему от тебя уходят счастливыми, а от меня несчастные? Я ему говорю, ты что на палитре будешь? Он говорит, ну как, все, выиграю. Я говорю, охра была? Да. А это было? Я говорю, ну, зачем человеку знать, что такое охра, когда он еще не знает даже, что такое желтый? То есть охра, это, ну, желтоватость, да? Вот. Так вот, это путает совершенно. Когда вы видите вот этот весь спектр, совершенно можно запутаться. Когда для неба можно выбрать чуть ли не 15 цветов из той палитры, которая продается, а какой зелень, а зелень какую брать? Из зеленых штук 15 вариантов. И их что ли 15 купите? Это темненький, значит, я возьму из этого тюбика. Это сумасшедший дом. Взять нужно 4 краски, причем интенсивные. Вот, допустим, есть разные фирмы, и у разных есть степень интенсивности краски. Есть, вот как клей ПВА, выдавливаешь белый, высох, прозрачно. К сожалению, много красок выпускается, вот таких, слюнявых. Вот это не слюнявые краски, это очень хорошие краски, мастер-класс. Иногда кажется, я пока учусь, я куплю что-нибудь подешевле, получу. И, конечно же, сразу сталкивается с тем, что, ну, никак невозможно, почему у него получается, вот я вижу, вот там азор. А у меня это же не идет. Да потому что ты взял паку, а хочешь сделать, как будто это у тебя краска. Вот. А краски выпускают, ну, так сказать, народные краски. Для детей в школы, чтобы поменьше родители тратили, что. Тебе нужна желтенькая, на. Он берет, смешивает эту желтую с голубой, а она зеленым таки не становится. И вот он, или зеленый становится такого цвета, что больше ничего невозможно сделать с этим зеленым. Только вот. Для того, что зеленый имеет разное керпи, да. И вот та каша, которая может получиться с плохой краской, чем не снабдишь эту кашу, как кашу еще, она уже становится грязью просто. Поэтому есть фирмы, которые стоит покупать, и стоит ими пользоваться, потому что не будет грязной живописи, невкусной живописи, невкусных цветовых заморочек. И есть цвета, которые, есть фирмы, с которыми не надо. Надо связываться обязательно с мастер-классом. Есть фирмы, которые тоже выпускают близкие к мастер-классу и берут там же пигменты, эти красочки. Вот. И цветов у нас всего были. Ну, цветных цветов берелый был еще. Пятый берелый. Краплак розовый прочный. Обязательно. Краплак розовый прочный. Это интенсивный розовый цвет. Мощный интенсивный розовый цвет. Голубая ФЦ. Художники часто презирают. Очень сильно. А? Очень сильно. Презирают. Да, говорят, немножко берите. Нет, ну, немножко само собой. Просто часто презирают, что это. Очень ярко говорят, что. Голубая ФЦ. Вот так. Просто художники, они имеют уже потом возможность. Они знают, на что они идут. Когда они берут красивенький цвет. И они сгармонизировать картину могут и разноцветиться. А нам это будет еще годик совсем недоступно. Нам нужно научиться сгармонизировать в цвете картинок. Если у нас будет голубой и в разбели в небе, и в зеленом в качестве голубой желтый, и в фиолетовом голубой розовый, то у нас будет сгармонизировано. Это будет единое, ну, как бы, каркас голубого будет один и тот же. И, соответственно, мы легко ориентируемся в цвете. А еще раз, голубая... Голубая ФЦ. ФЦ. Кадми желтый светлый. Тоже это все мастер-класс. Кадми желтый светлый. Не темный, не средний, а именно кадми желтый светлый. Из кадми желтого светлого, чуть-чуть добавили розовизны, стал кадмий желтый средний. А вот из среднего сделать светлый уже нельзя. Так. Марс коричневый, темный, прозрачный. Коричневый, как и всего остального, круг-пруги. Марс коричневый, темный, прозрачный. Ну, я влюблен в эту краску. Опять же, художники для себя выбирают разные коричневые. Кто влюбился в это? Но, опять же, когда они уже умеют гармонизировать и без технологических цепочек, они просто уже заранее знают, где, сколько должно быть какого цвета, чтобы все было гармонизировано. Они могут использовать по 5, по 10 коричневых для оттенков. Для оттенков, конечно, в разбере. Конечно, все коричневые проверяются разбелом. Ну, или жидкой заливочкой. То есть, и они в этих жидких заливочках и в разбелах все разные. Вот. Ну, вот, марс коричневый, темный, прозрачный, это обязательно. Ну, для нас это точно. Можно себя снабдить, ну, как неким вспомогательным цветом, ультрамарин. Ультрамарин свет. То есть, не иметь его в виду, как гвардию, а просто иметь его в виду. Потому что иногда голубая, она слишком голубая. И синюшный цвет, вот синька цвета, из голубой можно добиться плюс, допустим, розовый. Ну, но это будет уже в пользу феолитаризмы. А иногда такой откровенный ультрамарин, особенно в тенях солнечную погоду. И вместо, так сказать, голубой ФЦ можно задействовать ультрамарин. Но, опять же, лучше сначала взять и без него обойтись, чтобы все-таки к этой дисциплине себя приучить. С белилами немножко полегче. Практически все фирмы, которые выпускают титановые белила, это, ну, они хорошие. Есть более клейкие, более сопливенькие, опять же. Вот, конечно, хорошо бы, чтобы консистенция белил радовала Вас в Вашей работе. Именно консистенция, вот, плотность красочки. Есть иногда недостаточно белые. То есть, вот она, выдают белые, а когда кладешь меньшим слоем, там, она не вполне белая. Есть даже сероватые какие-то по своему цвету. Титановые. Белила титановые обязательно. Значит, цинковые для Вас тоже не белила. Цинковые белила хороши, допустим, для академической живописи, а-ля, там, допустим, голландский натюрморт. И вообще, вот, академической живописи, а-ля старинок. Для живописи эмоциональной, которую мы с Вами исповедуем, нужны титановые белила, которые внятно белые. Потому что Вы будете смешивать, а оно все не такое и не такое. А, ну, в качестве белил, да, Вы можете любую фирму использовать, но... Ну, вот рекомендую, например. Например. А, что это за фирма? Да, есть. А, что там написано? Гамбок. Ага. А, нельзя. Ну, гаммовские белила фирмы Гамма. Нельзя. Вот, гаммовские белилы, на мой взгляд, самые классные. Поэтому, если вы начально наткнетесь, купите себе в запас. У них консистенция, ну, просто идеальная. Белая, самая белая, вот из всех. Вот. И когда мы с Вами, имея на палитре всего пять цветов, ну, четыре, потому что белый нельзя рассматривать, серьезно, как цвет, он так вспомогательный. То есть, всякого рода разбелый. Когда мы имеем на палитре так мало, то, конечно же, мы очень быстро осваиваемся. Осваиваемся, что я получаю от смеси голубого с желтым. Что я получаю, если я голубому и желтому добавлю белил. То в пользу голубого, то в пользу желтого. То в пользу белил и в пользу голубого, то в пользу желтого и в пользу белил. причем интересный момент некоторые художники даже делают себе такие карты а можно палитра на сейчас я надавлюсь его иногда человек задувает что нужно смешать и можно создать себе карты а цвета размещаются в любом порядке или там на белом порядок ну честно говоря не можно порядок ну вот я видите отдельно немножко отбросил белила потому что пачкотливая история если будет будет рядом много подмешиваться голубого к нему в общем то из этих из этой жалкой кучки даже смешно устраивать серьезный порядок ну так не дать их как-то все 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 там еще значит у нас еще есть проблема разбавителей часто мы покупаем тройник там у нас в магазинах часто покупают те когда приходят в магазин и упрашивают что мне купить в качестве разбавляющего ему говорят купите тройник тройнике разбавитель то есть либо это будет скипидар очищенный либо white spirit очищенный и он такой водянистый даже как бы немножко как водочка то есть такой вот смысле разбавка растворение но это творитель не растворить просто разбавляющие вещество а и тройник который продается и часто его предлагают новичку а он немножко вязки потому что в нем и масло и секатив вещество в масло все какие вы делаете вы немножко вязким чего нам для первых этапов особенно для первого слое не очень удобно поэтому тройник он вообще как бы классичен его можно использовать и на первыми и на втором и третьем и на десятом сеансе но мы больше обращены к тому чтобы за один сеанс выстреливать каркそう и кастрюль потому что как только начинаются 2ow sem0 начинается сознание а само начинает по этой сухости по этой сухости начинает подорезов Она не enone это делает и как Как только мы начали вырисовывать, началась каторга. Ну и, соответственно, мы не знаем, куда двигаться. Мы до какого-то момента довырисовывали, картина рассыпалась, она перестала иметь эту цельность, и мы поняли, что мы бездарьи, мы не убеги, мы чего-то не знаем, чего знают. А у разбавителей лучше? Поэтому для нас в основном разбавители. Но если мы берем какую-то вещь, которую потом следует выписывать, то, конечно, такого рода вещи, во-первых, желательно в первое время просто не брать. Не надо себе портить настроение. А во-вторых, если мы уже берем такую вещь, то второй, и третий, и четвертый сеансы мы должны четко представлять, что именно мы будем дописывать. Не переписывать картину, на что всегда рука настраивается. Все время хочется и здесь переписать, и здесь мы обязательно рассыпем картину. Вот как ни странно, вот этот первый этап, вот эта первая закваска холста и первые шаги в картины, они очень легко, очень... Там краска живая, поэтому все взаимосвязано, все перетекает в одно в другое, все сгармонизировано. Но когда мы начинаем вырисовывать, поэтому и задачи надо брать, которые можно выстрелить с одного раза. Я прежде чем покурить, сейчас я начну, покажу, а потом каждый из вас, пока я буду там курить, каждый из вас сможет попробовать, что оно такое. А палитру покажи с мишеном. А, да, 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 я еще хотел один вещь задать. Один умный вещь. Только если можно на холст, чтобы было все. Да, 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 конечно. Некоторые художники, и не только их, а уж по данным новичкам, стоит сделать... Ну, художник, конечно, не делает себе из этих красочек поминки, он уже помнит их давно. Он часто берет 10 коричневых, выставляет вот сюда, допустим. И степень разбела, степень разбела. Разбеливает, все белее, переделее. И смотрит на оттенки. И вот если ему, допустим, какой-то нужен оттенок, или, допустим, голубые у него расставлены, голубые, и он смотрит, а этот разбили, а этот разбили, а этот разбили. Стоит. Особенно вот с этой компанией, из нескольких красок. Значит, мы, допустим, берем в разборитель, немножечко. То есть здесь мы кисточкой не моем, не промокаем. Просто берем жидкость для разжижения. И вот, допустим, мы создадим себе некую карту. Вот голубой, без разбела, да? То есть мы видим его без разбела, мы можем, так сказать, ориентироваться, что будет, если он будет тонким слоем на холсте, да? Очень хорошо видно, что будет, если он будет тонким слоем на холсте. Вот он же в разбиле. Можно еще один усиление разбела совершить и посмотреть. То есть мы ориентируемся, что мы имеем от разбела. Вот, допустим, по соседству, я пальцем, чтобы кисть уже испачкалась. Вот у нас желтый. А вот, допустим, желтый в разбиле. А карта будет состоять, ну, желтый в разбиле, это, конечно, неинтересно. Ну, и, собственно, и голубой в разбиле тоже достаточно интересный. А интересно в карте, как они между собой звучат. Вот, допустим, можно сделать карту зеленых цветов. Можно желтый поместить сюда и начать, и даже прибавить, это мы сейчас коричневый, как вы увидите, почему. Прибавить коричневый. И вот, допустим, смешание одного цвета с другим, причем по мере разбеливания, то есть мы же можем разбелить это дело. То есть, допустим, мы смешали голубой-желтый, получили тупо зеленый. А вот в пользу голубого. В пользу голубого. Другой оттеночек, да? А вот в пользу желтого. Еще оттеночек. А вот еще сильнее в пользу голубого. И может быть в пользу разбела. Это тоже зеленость. Потому что листья часто отражают небо под каким-то уклоном. Ну, как зеркальце. Вот. И вот такие есть оттеночки. Часто и в тени, и прочее. То же самое разбил в пользу желтого. Вот мы видим некую карту. Теперь у нас, допустим, есть коричневый. Что будет, если вот к этому добавить коричневый? Или, допустим, с синим коричневым. То есть, разбросать их как-то разумно на классе. Я думаю, вы согласитесь, что в тени, в солнечный день, в тени. Такая чернявая тень, да? В солнечный день у зелени. То есть, нарядный, желтоватый цвет на зелени. А тени такие аж чернявые. Ну вот, например. Это зеленый в тени. Плюс к нему же желтота. И еще какой-то вариант. Ну вот наши оттеночки. Мы можем просто сделать себе карту. И даже иногда просто на досуге, посматривая. Да, 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 да. Точно, точно. Или с картинкой какой-нибудь. Вот. И, так сказать, просмотреть, что и как звучит. Ну и плюс, конечно, белило. Посмотреть, как это в разбил. И вот сделать себе, ну, примерно. То есть, какую-то логическую взаимосвязь из этого сделать. Так, чтобы было понятно. Голубой, желтый. Вот они где-нибудь здесь, по этой траектории, допустим, разместятся. Голубые, белые разместятся. Желтые, коричневые. Это, вот, кстати, об охре. Есть понятие охра. Вот мы берем разбил коричневого. А вот, добавляем к нему желтый. Мы получили, практически получили охристый цвет. Мы можем добавить к этому чуть-чуть красноты и уже золотистая охра. Можем добавить белил. Еще какой-то вариант охры. А можно взять чистую охру, которая ни о чем нам не скажет. И ничем нам не поможет. Но когда у нас всего пять цветов, четыре практически, белилы не все, то, конечно, мы очень быстро запомним эту молитву Отче нашим. Мы будем ее знать, как Отче наш. Быстро, быстро, быстро. Потому что десять раз смешаем, и они будут как родные. Вот эти красные. А если мы будем прибавлять новые и новые, то, конечно, у нас начнем с новой, и мы забудем, как звучат те или иные. Ну, допустим, о розовом тоже немножко высказать. Розовый у... Вот этот краблак розовый прочный у мастер-класса фирмы самый приятный по цвету в разбиле. Ну, видите, кисть уже немножко припачкалась. Вполне симпатичный в жидком состоянии. И все это можно прекрасно мешать. Вот, допустим, красный-желтый и более алый цвет возник. Более алый цвет. Да? Ну, тоже и красный подмешать. Можно сделать отдельную карту. Ну, прямо несколько карт себе составить таких. Отдельную карту зеленых. Зеленых. Отдельную карту... Причем, зеленых обязательно коричневый участвует. Потому что он, говорит, подмешиваясь, дает разного рода усложнение. Вот, допустим, с коричневизнами зеленца тоже имеет... Мы часто видим деревья вот такого цвета, вот особенно сейчас. Поэтому сделать карту зеленых из этих троих, плюс белила, сделать карту рыжих из желтого, розового и, может быть, плюс коричневый. То есть, вот, просто сделать себе эти карты и так периодически на них поглядывать. И если мы забыли, что из всего получается, а действительно, мы не любим, откровенно забываем. Да смешно захотел. Вот девочка училась, и вдруг спрашивает меня, «Слушай, а как ферри твой получить?» Я говорю, «Давай сама, вспоминай». Ну и действительно, она посмотрела, проследовала кисточкой. Ну, розовый, синий, ну, ну... Есть вещи, которые просто иногда забываются. Но, в общем-то, когда мы часто пишем... Ну, она там не часто, 5-5 раз, 2 недели, поэтому действительно забывала. Вот это по поводу палитры. То есть, скупая палитра. Это прямо вот, запомните, вы подписали. Скупая палитры, и держаться ее железно. Вот прямо код даже себе ничего не позволяет. Никаких изысков. На моих руках можно там немножко изыск, потому что я знаю, а вы уже под моим постом как бы увидите, как это поучаствовало. Ну, в домашней работе надо прямо выручить эти красочки. Вот. Палитрочка сама, вы видите, на полстике, да? Ну, красиво же, когда круглая палитра, правда? Да и такая она, опрятненькая, аккуратненькая. А это уже вроде как не очень опрятненькая. Но только эта палитра всем хороша, а та не всем. Я думаю, все из вас, что вот этим инструментиком, мастихином, пользовался по деревяшечке этой палитры, заметили, что она как-то вот сопротивляется замесу деревянных. По такой поверхности она сопротивляется. Трудно вот на этом, потому что палитра не сразу, не долго сохранит свой глянцевый, а и на глянцевом еще труднее. А здесь холстяга перед нами прогибается, и мы моментально делаем понятный замес. То есть холст полностью послушен. Поэтому палитру лучше сделать из какого-нибудь холстика. А зернистость какая? Все равно. Главное ее превратить в грязное. То есть не на белой палитре, а в такую грязцу превратить, затереть, там все виды красок. Просто сделать такой вот. И можно тряпкой растереть. Высохла, все, у вас хорошая палитра. И после, в конце, после урока, после каждого вашего огня, сеанса, как вы подписали, вы красочки вот эти пособирали из палитры. Вот эти вот красочки пособирали, сдали с тряпочкой у себя и выкинули. А центральное вот это место затерли тряпкой. И тряпочки выкинули. И у вас петлячок для работы есть, а эти красочки, они сохнут не быстро, поэтому они у нас по краю остались и очень хорошо, и пусть живут. Ну, периодически они уже тоже приходят в грязное состояние, поэтому иногда и их сбриваем, особенно если они уже готовы затвердеть и высохнуть, чтобы палитра не превратилась в кучу гурой краски. Хотя превращается и в кучу гурой, ничего, работает. Ну, художники, ленинцы иногда. Значит, вы поняли, да? Центр разгребли в конце своего сеансика, тряпочкой затерли, и вот эта грязьца, которая образовалась от затирания, вас устраивает. Тряпки постоянно новые надо использовать. Я покупаю рулоны тряпки. Прям на складе беру. Потому что бумажки или какие-то еще. Тут надо много. А еще один момент. По холоду зерна хотела это больше. Да, зернистость холста. Средняя зернистость холста. Склоняется больше к мелкой зернистости. Но не мелкой зернистости. Я купила мелкую, и у меня скользило, как по полиэтилену. Как по полиэтилену. И послужила. То есть есть задачи, которые можно и нужно выполнять, особенно академического толка. Когда мы собираемся послойное письмо, новосеансовое делать, там да, там это, чтобы лицо было не, не зерно было видно на лице, а мазочечечку, кладка по форме. Там да. Это мелкая зерня. Да, ну не следует здесь пока. Вот просто на год. У вас за год расширится кругозор. Вы ко многому присмотритесь. Но тогда вы уже сможете себе позволить какие-то необычные красочки. Ну или обычные, но просто разноцветить у красок. И сможете подбирать другие холсты под новые задачи и прочее, прочее. И по поводу холстов еще один момент. Вот лично у меня, так вот бог дал, я со многими работал. Но вот сейчас у меня есть поставщик, который поставляет мне холст итальянский. Но слово итальянский в данном случае ничего. Потому что такие же китайцы делают везде. Но этот холст делает завод четырехэтажный, который этим холстом занимается уже много лет. Четырехэтажный завод, который производит одни только холсты. И соответственно, качество покрытия, оно просто идеальное. У него есть разные холсты. И мелкие, и крупнозернистые, и на хэбэшной ткани, и на льяной. Кому как угодно все это, значит, рекомендую холсты покупать у меня. Если особенно, если мы решаем задачи а-ля мои, которые я вам навязываю, задачи, вам желательно покупать. То есть они у меня по цене салонных, такие как салоны. Вот поэтому. Но качество идеальное. Потому что часто люди покупают холст, а потом говорят, слушай, а почему бы я делала? Я говорю, ты холст у меня делал? Нет. Я там купила. А он, допустим, и жидкость, которую мы налили, допустим, разборитель, и саму маслянистость из краски сразу взял и впитал. И стала очень терпко работать. А он говорит, а почему? Я говорю, ну потому что недостаточно там, может быть, желатина положили, еще чего-то прослойка не состоялась. И грунт впитал в себя вот это маслянистое и стало очень вязко, как на картоне. Вот можно себе представить, если мы сухой картон положим в краску масляную, масло уйдет и останется вот невкусное. Так, ну так вот, если мы вдруг, вот прямо сейчас чего-нибудь сложненького и начнем. Ну вот, допустим, допустим, у нас фотография. Не картина, а фотография. Девушка, консервщица. Почему я в данном случае беру картину? На картинах уже все решено. Вот если на фотографии нам еще предстоит решить, то на картине уже решено. Наша задача просто пройти тот же путь. Еще один момент. Копирование мастеров – самый быстрый путь к совершенству. То есть не очень для всех всегда проблем. Срисовывать или не срисовывать? Вся живопись – это одно сплошное срисовывание. Даже если я придумал идею, я ее себе там где-то набросал. Вот здесь у меня человек, вот здесь гора, вот здесь дракон. Но потом я открываю интернет на сегодняшний день. Или как в прошлом беру блокнот и делаю зарисовки для человека, для дракона, для сюжета горы. То есть мы все равно материалы постоянно используем. Шемякин, кажется, так он вообще, который в Америку уехал, так он, по-моему, для художников собирается сделать какую-то гигантскую в интернете картотеку с материалами. Что, человек, когда ему нужно что-то нарисовать, не парился, а зашел к Шемякину. Поэтому вопрос о срисовывании должен вообще быть снят с повестки дня. Это какие-то предрассудки, если бы. А ты срисовал? А, ты срисовал. Кипа это каждый дурак может. Можно вопрос еще по кистям? Может, не совсем к теме? Кистить – это уже очень хорошая тема. Ну, просто хочется вам еще накалякать, чтобы вы потом тоже постояли немножко. Чтобы не только руками махать, а и... Нет, кисти надо. Ну, все. Ну, так вот. Вот, значит, по идее, каждый нормальный человек знает, что у нас сначала что-то там нарисовать на холсте, да? Что-то нарисовать, нарисовать внимательным карандашиком, стоять. Чуть не менее, целый сеанс убить на то, чтобы прорисовать вот эту куклу. Чтобы потом деликатно обкрашивать эту линию. Чтобы, не дай бог, не зайти. Ну, это сумасшедшее. Хотя все им заняты. И учителя в этих студиях дают именно по такой технологии, как правило. Вот, занял на три часа, там же немножко денег. Ну, там, 50 гривен заплатил за урочек. И тебе дали карандашечек, и ты целый сеанс сидишь, там, ковыряешься. А тот может опять тебе покурить, посмотреть в интернете, что-нибудь, и так далее. Вот. Ну, у нас немножко другие задачи. Наша задача научиться. Значит, можно, конечно, сделать карандашный рисунок. Мало того, можно его сделать по клеточкам. Не грех. Классики тоже делали по клеточкам. Вот они сделали себе эскизик, будущие картиночки, там что-то у них нарисовано. Вот, здесь нарисовано. И они смотрят, да, хорошо, хорошо. Вот как-то вот сгармонизировано, все очень как-то культурненько. Они это все поделили на клеточки. Перенесли на большой холст, они делали эскиз. Потому что вот очень уж хорошо вот эта линия у них там получилась. То есть для них это важно. Поэтому они понимают, что если они будут сейчас от руки снова искать ее, может быть, она будет в другом месте. Поэтому по клеточкам не грех. Можно поступить еще таким образом. Взять полиэтилен. Прозрачный. Взять полиэтиленчик такого размера. И сначала по клеточкам. Перенести на него вот это изображение. Изображение. Чтобы потом, когда мы уже начали, приложил и посмотрел. Ага, вот здесь я не точно сделал. Вот здесь, вот здесь. Убрал полиэтиленчик. Поправил. То есть можно... Ну потому что действительно наш глаз не скоро начнет точно видеть. Но технологически очень неразумно сделать рисунок, а потом его окрашивать. И вы сейчас увидите почему. Значит, в живописи маслом мы делаем сначала то, что сзади, а потом то, что вблизи. Сзади фоновое пятно. Вы видите, что фоновое пятно состоит буквально из трех цветов. Желтенькие, розовенькие и голубенькие. Голубенькие с желтеньким дали зелененький. С розовеньким голубенькие дали сиреневость. Ну и плюс берег. Можно на холст набрасываться довольно нахально. Аж вот так. Почти как мокрая акварель. Буквально набрать, наметать краску на холст. Чтоб было с чем работать. Может вариком будет? Нет. Вариком будет невкусно. То в пользу. То в пользу желтого, то в пользу розового, то в пользу желтого, то в пользу голубого. Набираем интересное какое-то цветовое пятно. Тут же где-то может быть белильца подмешать. Можно следовать этим пятнам. Можно новые придумать. То есть, чтобы не было точной копии, чтобы нам потом не стесняться, чтобы здесь уже не алкопировал. Можно немножечко. уйти от точного копирования. Видите, я прям подливаю жидкость и навязываю, навязываю, навязываю краску. То есть, вещество краски на холсте нужно. Разбавитель у вас без запаха? Ну, слабо-пахнущик. Он называется слабо-пахнущик. Ну вот те, кто был на уроках, они знают, что я когда что-нибудь вот такое делаю, я обычно зову «посмотреть», потому что действительно штука очень ценная. Ну, вы видите, что, в принципе, он уже красивый, да? Уже на это смотреть можно. Уже там можно что-то указывать себе. Еще один момент. Новичок, как правило, держит кисточку перпендикулярно холсту. Вот так. Практически все. Все держат вот так, как шариковую ручку. Ну, и некоторые еще умудряются, еще какие-то способы, как шариковую ручку они держат там по-разному. Иногда разные способы. Но обычно это все-таки вот так, перпендикулярно. Значит, художник, как правило, работает. Либо, значит, кисть. Если мы работаем кистью, кисть это практически как карандаш. И вы, я думаю, видели и в учебном рисовании где-нибудь, что кисть вот так держит. Большая она, мне очень понятно. Карандаш, вернее, карандаш держит вот так. Штриховательно, рисовательно. Но он все время лежит параллельно холсту. То есть лежит кисть. Не торчит. Не-не, это не стыдно. Просто привычка, что мы вот так рисуем. Действительно, какие-то очень мелкие подробности можно встать и потом вырисовать перпендикулярно холсту. Но общие массы, общий рисунок, даже линейный рисунок лучше делать лежачей кистью. Например, вот нам, у нас задача нарисовать дерево. Сейчас. Можно вот так, да, войти и рисовать какую-то веточку. Одну, вторую. Но, как правило, когда мы рисуем вот эти вот веточки, мы же привыкли, что дерево это вот так. Ну, обычно. Маличок рисует дерево. И чтобы его от этого отучить, особенно важно, чтобы он взял кисточку вот так, лежачим по отношению к холсту состоянием, положил кисть и начал вот такое извращение. В мокрый холст легче вводить краску, поэтому я перейду сюда. То есть гонять, гонять, вытягивать, вытягивать, коряжистость. Да? Дерево. Коряжистость. То есть линия идет вот под такими, вот под такими рваными движениями. Либо вытягиваем тоже, вытягиваем где-то, подкручивая, тоже немножечко поддрыгивая рукой. И у нас появляется красивая, интересная линия дерева. Там, если дерево, портрет дерева не обязательно делать, уже таким подробным, как лицо. Поэтому там, конечно же, могут быть уклоны не вполне точными, но если мы характер дерева подглядели, то все очень может быть похоже на продукт. Значит, либо вытягиваем линию, либо втягиваем, если речь идет о деревьях. И главное, кисть лежит на холсте. Кисть лежит, когда мы наштриховываем. А мы постоянно наштриховываем. Короткий настойчивый штрих. Обычно даешь наштриховать небо, ну первую задачу, конечно, наштриховать все. И человек хочет вот так штриховать. Тоже, ну, нормальное желание, поскорее это сделать. Сказали? Угу. Нет, короткий настойчивый штрих. Во всем короткий настойчивый штрих. Есть ли это штрих, то короткий и настойчивый. Распределяющий. А, ну, вернемся к нашему. Значит, кроме такого образа фонтика. Фонтик может быть, например, решен тряпочкой. Например, сейчас. Вот, допустим, мы накидали кисточкой красочку. А теперь взяли тряпочки. И немножко создали вертикальный ритм. Вертикальный ритм. Это могут быть шторочки для нашей куколки. На фоне которых она стоит. Вот это уже тоже, смотрите, более-менее симпатично. Можно потом еще, можно до более сухого состояния довести, до более распределенного. Можно вот такие вещи делать. То есть тряпка, посмотрите, организовывает пространство достаточно интересное. То есть она, вот, есть понятие организовать пространство. Кистью часто мы не знаем, а как сделать так, чтобы это было интересно. А вот такие вот такие технические заборочки, они могут дать интересное. Просто в силу того, что она, ну, вот такая пляшущая эта история. Можно фоновое пятно сделать, допустим, мастихинчиком. Сейчас еще попереду красочек. Подобить, но это очень сложно. Однажды какому-то там, какому-то художнику великому привели ребенка и сказали, может он вам, ну или там не ребенка, а своего сына взрослого привели, может он хочет у вас поучиться, хотим, чтобы он получился. Может быть он хотя бы фон будет закрашен, а фон до сих пор не начался. Поэтому фон, самое главное, организация пространства в фоне. То есть, чтобы он был интересный, чтобы какой-то живой, ну вот там, забудный какой-то, какая-то организация этой пустой плоскости, да? Какие-то вот полосочки, рисочки, звездочки. То есть организация задника, она важна. Вот там тоже, что-то там неровное, да, не выкрашенное. Где-то внизу вообще акварельно, а вверху более пусто. То есть организация пространства. Это может быть сделано в том числе, например, мастихином. То есть какими-то, какими-то, вот такими рванностями. Плашмя, прям плашмя мастихином, плашмя, можно создать вот эти звуки. Вы потом подойдете, тоже попробуете, чтобы просто все это действительно сразу осело немножечко. Потому что когда рукав поучаствовало, все это оседает. То есть вот какое-то баловство в фанровом пятне можно создать. Особенно, когда мы только что влагу кинули. Он особенно хорошо играет с этой влагой мастихином. То есть живенько играет. Вы видите, достаточно интересные происходят. И вот в этом пространстве, допустим, мы будем и создавать твой. Ну, пока, допустим, будет некая пустота, которой мы, ну, никакое пановое фитно, которое мы потом доупакуем до какого-то другого состояния. И, допустим, у нас проблема рисунка появилась здесь. Пановое фитно мы кинули. И вот этим инструментом, взяв, допустим, его вот так, поджав пальчики, взяв острие, чтобы острие чувствовалось, мы можем начать создавать рисунку. То есть мы для начала просто вырезаем себе этот холд по раннему. Практически невозможно. Поэтому без страха создаем эти основные линии. То есть где-то в этой части чуть-чуть смещена вправо, в этой части, в принципе, фигура. Вот этот ствол фигуры мы чуть-чуть себе накинули. Если мы не попали сразу, мы опять же пальцем тут же упразднили рисунок. Вот наша стерка. То есть мы тут же упразднили линию, если она не в том месте. Мы видим, что где-то в середине это палочки, на которые она опирается. Чуть выше середины. Ну, можно чуть выше. Становка. Вот. Допустим, у нас нога. Допустим, у нас платье. Можно иногда и не вот так держать, а просто даже вот так держать. Подрезать. Подрезать, достать этот рисунок. И увидите, что он выглевается, и появляется силуэт необходимый. Там где-то мы плечики увидели, где-то увидели одну ручечку, вторую ручечку, головочку. То есть рисунок немножко уже появился. Но он появился в среде. И это очень важно, что он появился в среде. Потом, допустим, у нас есть необходимость высветить его. Мы, допустим, взяли тряпочку. И в этом месте чуть-чуть достали краску. То есть мы не полностью ее вытерли. У нас немного краски осталось. Еще осталась она на периферии, которая будет подмешиваться. Но мы уже можем в эту пространку более удобно вложить, допустим, берем. Причем можем даже вначале, чтобы не переборщить с количеством краски. Палец, когда укладывает краску, у него есть способность не переборщить. Он контролирует ситуацию с количеством краски. Поэтому пальцем можно набрать основные мотивы рисунка. Допустим, у нас ножичка. Или там две ножички, да? Ножичка. Ручка. И вот, допустим, цвет тела. Мы знаем оранжевит наше тело. Взяли розовый, желтый. И в этом уже немножко расчищенное пространство. Ручечка светла. Плечики светлые. И плечик немножко дадим. Деликатненько. Наполним вещи пунктом. Игорь, можно попросить поменять холстые местами, чтобы отвечать, да, Лев? Нет, ну, что-то. Нет, так он туда поставит, будет еще лучше видно. На камеру шоу. Ну, я буду туда, то есть, а поэтому... Да, это не лев. Вот тоже самое, ручечки. Обратите внимание, что палец еще и круглит как-то вот тем, что он... Как он укладывает, он еще и круглит изображение. Посмотрите, невольно ощущается, как круглая, да, рука. То есть, особенно, когда речь идет о фигурочке, вы всегда можете воспользоваться вот этим инструментиком. Ножечко. Посмотрите, круглит уже. Хотя ничего особенного не делалось. И вы, когда подойдете, обязательно попачкайте пальчики, чтобы ощупать, сколько краски легло, для того, чтобы мочь с ней работала. Вот эту краску можно гонять бесконечно. Мало того, если я, допустим, чуть-чуть перебрал, ну, допустим, я высветлял и немножко перебрал краски, белил. Я ее пальцем же промокнул и собрал лишнюю и опять продолжил высветлять. Опять добавляю новую. Сначала убрал, а потом добавляю новую и еще высветляю. И вот это вот сиятельное состояние укладки, да, оно как раз нам на руку. Ну, допустим, вот волосики можно тут же кинуть мастихином и, так сказать, на нашу идею вот эту делать с поступком. Вот мастихин в данном случае волосам даст некий поступок. То есть просто красивое, мощное пятно поставить. Мало того, что оно будет сразу очень выразительно смотреться. Где-то вот постараться, может быть, по форме уложить эти мазочечки. Ну, оно и выразительное по темности, да, вы видите, сразу прозвучало. Вот. И еще и хорошо то, что оно сделано, так сказать, с поступком. Потому что если мы будем вырисовывать там подробности, мы столкнемся с тем, что мы ничего не умеем. Вот. А так очень многие исправляются. Ну, допустим, красочка. Здесь мы уже, допустим, разобрались чуть-чуть. И нам нужно набрать более светло. Мастихинчиком. Густую красочку. Но меру густоты соблюдаем. То есть такая густота, которую еще можно потом слоем прикрыть. То есть не нашпатлевываем и нашпатлевываем красочку. А соблюдаем ту меру, которую, ну, как масло в хлеб вмазываем. Не кладем кусок, а прямо вмазываем. И немножко под наклон на конек ставим мастихин. И как бы перед собой придавливаем красочку. И она укладывается плотно, красиво. А без мастихина разбавлять не надо? Да, в данном случае уже без разбавления. У нас достаточно влаги на холсте. И мы сейчас и пальцем ходили без влаги. И мастихином тоже прямо густую краску брали в чистом виде. У нас еще и эта ручечка. То есть все, вот прямо попробуйте, вот кому не было, как пачкаться. Попробуйте ощупать вот это количество краски и вообще общение с краской прямо-таки на холсте. И попробуйте вот это движение сделать обязательно. Вот какая-то веревочка. Вы видите, тут же и пальцем можно помочь себе. Какие-то там рыжести с этой стороны у белого. То есть теневые места. Мастихин часто просто даже штриховывают. Можно вот такие поступки совершать мастихином. А мастихин любой можно использовать? Мастихин тоже. Это серьезная проблема появилась вот с этим мастихином. Все смотрят мои фильмы эти обучающие. И скупили все мастихины. Ну вот Макс знает, как их делать. Так что будем скоро буквально делать, потому что обращаются они, а нечем. Так, это вот, допустим, просто для того, чтобы вы ощупали. Если вы улучшите, пока я буду курить, будет хорошо. Прямо буквально пощупать, как звучит вот эта вязкость, чтобы мощься на сайте на работе потом это проделать. Можете уточнить плечики. По такой траектории пошли. Можете даже пощупать пальцем вот такие мазочки. Просто вот чуть-чуть, чуть-чуть ощупайте это. Да? А я пока. А я пока. А то, чтобы только мне подойти. Игорь, чай поставь, да? Давайте, с кончиком, да, попробуйте. Кончик попробуйте, пощупайте. А чинчик-то просто. И вот мы, допустим, будем разбирать тему светлого, яркого, солнечного дня. И вот разбирая эту тему, мы выясним, как работать, чтобы это было не... Вот, допустим, у нас фотография, красивая фотография, где-то мы были, там есть тень внятная, есть свет солнечный, залито все солнце, какие-то домики. Но если мы просто будем срисовывать на фотографии, там, допустим, сероватые тени, то это будет, ну, просто скучная, неинтересная работа и нам, и будущему зрителю. Что делают художники? Они, допустим, вот всю теневую, которая есть на картине, допустим, от домов тень, стена дома в тени, тень от дома, и лоскутки света между этих теней. Художники часто берут синий и покрывают все, что в тени, этим синим. Накально покрывают, ну, разбеленным, допустим, синим всю теневую часть. А всю световую часть разбивают, допустим, выкрашивают, ну, или кладут краску разбелу оранжевости, да? Легонькой оранжевости, но сильно разбел. И у нас получается, внятная теневая на холсте, то есть два пятна мощных появляются. Внятная теневая, внятная световая. И уже в рамках световой мы разрабатываем там подробности, мелкие подробности. И в рамках теневой мы разрабатываем эти подробности. Но у нас синий уже кричит синий в теневой, и оранжевый разбел мощный кричит в световой. И мы уже копошимся внутри этих пятен. И тогда получается живопись, тогда получается вот эта преувеличенность, но надо увидеть, как копошиться в теневой и в световой. То есть понятно, что есть в книгах иногда раскладки эти, и смотришь, да, вроде все разумно, но трудно, пока ты не видишь природу вхождения в этот синий, допустим, который на картине наполовину все синим, а здесь вот кучки мощные оранжевого. Пока ты не видишь, как войти в это, конечно, очень трудно сориентироваться в самостоятельной работе, поэтому хотя бы увидеть, как это сделать, вы это сможете. Или, допустим, у нас проблема будет портрета, есть проблема романтического портрета, который нам посилен, мы сейчас, кстати, попробуем немножко, нам посилен романтический портрет, то есть приблизительный портрет. Даже если мы угадываем черты лица в этом портрете, ну, скажем, полные губы, даем полные губы. Если мы, допустим, хотим тонкие губы, даем тонкие. То есть мы как бы перечисляем приметы человека, но не в такую меру, как академический портрет, который дает полную точность. То же самое, идея ню, то же самое идея цветов и так далее, и так далее. То есть мы будем брать прямо тематическую, то есть часик я поговорю об чем, а два часика мы буквально расследуем, как писать то или иное. И вот можно будет приходить и зачерпывать, и потом для домашней работы. Ну, это в плане экономии средств. Конечно, разумнее всего хотя бы пробник сделать на уроках. На уроках со мной. Для того, чтобы вникнуть и ощупать культурно. То есть на уроках что происходит? Я загоняю картину к результату. Человек, конечно же, в процессе будет скреляться. И я его буду, я его всегда загоняю к результату. То есть только он ошибся, я ему обращаю внимание на ошибку, либо стираю, показываю, как стоит его делать. И в итоге он все равно приходит к результату. Поэтому 80% в любом случае рисует человек, как правильно, ну в среднем. Есть, конечно, послабее люди, посильнее. Но в целом все-таки человек написал картину, он все ощупал. Он каждый сантиметр картины сам опробовал. Бывает так, что я, допустим, в каком-то пейзажке две фигурки. Я подошел, нарисовал эти фигурки, человек доволен, думает, вот и хорошо, красивую картинку несу домой. Я их уже снимаю, говорю, ну давай теперь сам. Ну и он, конечно, щупает. Ну если он не заправляется, то, конечно, я снова захожу туда, и снова поправляю. Сейчас, допустим, попробуем немножечко столкнуться с патетом. Я сейчас беру сложные вещи, может быть, не обязательно было бы сложные, но просто для того, чтобы вообще оценить для себя возможности, что возможно это или невозможно. Ну, что касается фигурки. Только я что хотел еще рассказать, что можно, опять же, от того, что краски мало, то есть можно пользоваться пальцем как стеркой тут же. То есть если мы где-то не точно совершили подстереть, подстереть, подвинуть одним пятном, подвинуть другое, да? Одним пятном подвинуть другое. Или наоборот, надвинуть это пятно наружу. Допустим, вот голова преувеличена, да? Ну сбрили голову, ничего страшного. Сбрили, уточнили, снова вернули фановые мутности и снова-снова уточняют. То есть все, в масляной живописи, в отличие от аквареля, от других материалов, все поправимо моментально. То есть можно тут же, мы же можем целые сутки провести краской, и она не высохнет. То есть мы можем гонять и гонять эту краску, она все послушлива и послушлива. Что, конечно, выгодно ее отличает от других материалов. Скажем, не рекомендую вообще пользоваться акварелью сразу. Это вообще самоистязание. Я думаю, что те, кто пользовался, знают это. В акварели, ну, кроме мокрой акварели, какие-то заливочки, отражения в воде, ну, там, да. После масла же ее уже и не хочется. А после масла и не хочется, потому что берешь в руку, маешь вещи, а там, ну, в тумбочку положу. Как правило. Ну, хорошо, если оформил, если было что оформить. Вот. Ну, масло, так получается, что даже каляки-маляки в масле звучат. А в акварели это, вот такой бумажечкой, ну, только в тумбочку. Ну, а потом собрать стопочку и вывозить. Вот. Сначала скапливать, потому что, а ну, что-то в этом есть. А масло-то есть, и все. Смотришь, да? Все. Пожалуйста, иди. Абстракция. А что это? Абстракция. Это была попытка... Не моя. Это была попытка совершить акт медитации. Медитации с кистью в руках. Ну, вот у человека так. Ну, включила, да? Например. Ну, гамма очень хороша. Вот. Чем плохи для нас графические материалы. Ну, например, акрил. Как хорошо, да? Тут же сорт. Плохо. Потому что акрил требует рисунка. А рисовать-то мы как раз и не умеем. То есть, не надо брать акрил, потому что он высох, и вы сухо хотите уточнять рисунок, а вы не видите рисунок. Просто не видеть. Нет смысла. Почему имеет смысл сначала набрать фоновое пятно, а потом пятно фигуры нарисовать? Почему не стоит сначала рисунок, а потом обкрасить? Минимум потому, что все должно вписываться одно в другое. Это минимум потому. А еще и потому, что... Так, мысль сейчас вылетел. Сейчас я ее подниму. Ну, потому что. Почему нельзя сначала нарисовать, а потом обкрашивать? Потому что мы видим от пятна лучше, чем от линейного рисунка. Проволочку линейного рисунка мы плохо видим. Мы еще не воспринимаем проволочками окружающий мир. Проволочка линейного рисунка. Мы не воспринимаем это. Линейным рисунком мы окружающий мир не воспринимаем. По пятнам, да? Силуэт. По пятнам мы видим силуэт человека. Мы же не проволочку увидели. Мы увидели силуэт. Поэтому, сколько бы мы не тужились в проволочке, ну, конечно, методом усердия какого-то можно добиться более-менее сносного результата. Но от пятна мы сразу видим силуэт. Ага, отошли. Так. Ну, по-моему, сместилась в сторону. Или голова слишком крупная и тут же уменьшится. Если мы нарисовали карандашиком, то наверняка и голова будет очень крупной, ноги очень толстые или наоборот очень худые. От пятна мы все-таки видим. Поэтому от пятна рекомендую годик прожить от пятна. И вот, например, вот у нас идея портрета, да? Ну, мы опять возвращаем фоновые какие-то истории. А вот эти тематические уроки, конечно, очень не рекомендую. Потому что можно действительно и не заплатить за урок толком серьезно, а зато познакомиться с задачей. И потом прийти домой, пописать. Может быть, даже стоит сначала столкнуться с проблемой, пописать дома после такой семинара, прийти домой, пописать, а потом прийти, показать, что получилось, и уже эту же задачу или аналогичную сделать уже на уроке. То есть сначала вникнуть в проблему, появилась проблема, потому что на уроке, конечно, проблема как появляется, тут же исчезает. Я их подрубаю сразу. Но так вы столкнулись с проблемой, вы выяснили, где у вас слабые места, потом пришли, мы по этим слабым местам немножечко прошли. Ну вот, допустим, мы сейчас с вами портретишку попробуем. То есть вы видите, кисть у меня параллельно холсту, я на штрихователе набираю какой-то хаос по нового пятна. Вот там тоже какой-то хаос. Опять же, вот эта история с пятном. Головочка у нас касается середины, ну, смещена в левую часть. Ну, вот мы ее прямо так и сделаем. То есть вынули красочки чуть-чуть. До, так сказать, сухонького холсту. Опять взяли. Да. Достаем силуэт головы. В данном случае пока только лица. Можно в несколько пальцев, чтобы быстрее это сделать. Набрали, набрали. А, еще очень важно. Работаем не острием пальца, не острием, не острием пальца работаем, а подушечкой, подушечкой. Ну, мне очень удобно этот палец. Не знаю, некоторые почему-то, особенно геортики, очень любят вот этим пальчиком работать. Лучше, ну, не знаю, вот этот более активный, он лучше прогибается. Но этот все-таки указательный, а этот, наверное, все-таки моделировательный. И вот мы, допустим, набрали некое пятно головы. Тоже контроль за количеством краски. Палец, или, скажем, рука, есть руки. Лучше контролирует количество краски. То же самое кистью. Красочки будут переборчичьи, и нам уже с ним будет трудно работать. А так мы по-прежнему можем все спокойно уточнять. И вот, допустим, волосы. Ну, вот если их положить мастихином, то это хоть на что-то уже будет похоже. Просто придавливая краску, раздавая вот такими красивенькими локончиками. То есть это же приблизительный характер укладки, да? Нельзя сказать, что волосы вот такие. Но, тем не менее, это звучит. А если бы мы попытались рисовать кистью, попытались бы полную точность головы дать, то у нас были бы проблемы. Мы еще не умеем вырисовывать так, чтобы это было вот ладненько, разумненько. А вот такое мы можем. И это, кстати, вполне в духе современной живописи, в духе современных пристрастников зрительских. Ну, и тем более, что это, в принципе, красиво. Допустим, мы сделали намек на овал лица. Чуть-чуть добавили волосиков туда, под подбородочек. Еще один момент. Ну, вот те, кто учился в школах, знают, что цилиндр штрихуется по по цилиндру для того, чтобы показать его круглуюсь. То же самое рука. Если это толстый, ну, натуральная величина рука, то мы штрихуем нарочито по цилиндру и она у нас автоматически круглится. То есть важный момент. Ну, это обычно проходит, дети изновительно рисуют цилиндры, штрихуют. Это все очень хорошо. Но это у них есть на это время. У нас мы должны делать руку и ее делать как цилиндр. Тогда мы это быстро все расстакиваем. Шар, конечно, он немножко другой. Там, допустим, свет отсюда. Но голова как бы шар, но она немножко и цилиндра. Поэтому хорошо. Ну, немножко цилиндр. Все-таки, как говорили, вытянуто. Поэтому желательно штрих создать по цилиндру, чтобы она сразу невольно чуть-чуть круглилась. То же самое шеечка. Не как-то так вот по стволу, а наоборот по цилиндрику. И она у нас сразу становится колонной, красивой, мраморной колонной. То есть по цилиндру желательно работать. Такие вещи. И вот, допустим, у нас там какой-то рисуночек у этой головы. Он краснит. Вы видите, да? Я взял красный, коричневый, немножко желтый. Тоже вот эти церемонии с названием красных можно лучше прекратить. С краской ручиноты. Желтая, розовая или там красная, коричневая. А не так, что подай мне Марс коричневый, темный, пожрачный. Ну, то есть, как-то на ты с ней. Желтота. Грязно там, мутата. Какой это цвет? Ну, мутата какая-то. И вот, допустим, раздадим теневые, да? Вот мы дали светлое облако, а теперь раздадим теневые. Вы видите, глазки, и даже если не видите, то поверьте на слово, глазные впадины, они как очечки на лице. То есть, слегка темнее, чем все остальное, чем вот эти открытые к среду места. И вот мы их сразу, как очечки, набрали. Под носиком обычно свет сверху, и под носиком теневая. Губочки. Сразу наберем их просто два червячечка. Два червячечка. Можно сразу дать какой-нибудь приятненький цвет. То есть, не пытаться сразу вырисовать силуэт губ. А дать просто нежненькое пятно. Ну, соразмерно тому, если это мелкие губы, тоненькие, то мельчедаки, если это пухлые губы, то и теневая под нижней губочкой. То есть, у всех у нас под нижней губочкой есть ямочка, как правило. У всех. В данном случае еще немножечко выражена линия носа. Вот, допустим, глазки тоже всегда проблема. Сразу мы начинаем рисовать рыбку глаза. Не надо рыбку начинать. Стоит начать, допустим, вот с таких точечек, которые будут смотреть из этих очечков теневых. Просто, чтобы они уже посмотрели из этой тени на нас. Вот они уже смотрят, правда? Немножко. Причем, если мы отойдем немножко, мы увидим, ага, может быть, этот глазик стоит подвинуть ближе сюда. Может быть. Или этот куда-то подвинутый. Даже вот эти вот две бухинки уже где-то немножко смотрят. То есть, это как подступиться, допустим, вот портрет. Просто общу, как подступиться с портретом. То есть, собственно, это же у нас происходит и на уроках, поэтому я как бы анонсирую, что может быть, когда мы попадаем на урок. Вот. И уже, имея вот этот каркасичек темного, мы можем начать уточнять. Причем, часто теневые человек воспринимает как серый цвет, как темный просто цвет. на лице и на фигуре лучше всего использовать легкую красноту рисунка. Ну, скажем, ноздричка, так по виду черная, вот если так посмотреть на ноздрю, ой, черная, нет. Ноздричка краснит. Тогда в ней есть эта живиночка. кровиночка, ну, как палец на свет, немножко как ягодка прозрачная. Вот эта линия между губ, как правило, ошибка, делают тоже коричневый, темный, мрачный, как у покойничка. Ну, покойничка только отхлынула и чернит эта линия. А здесь не отхлынула, поэтому поэтому с красниночкой, коричневый с красниночкой. И вы видите достаточно приятное содержание вот этой линии. Мало того, нарисовав даже, может быть, даже уже прорисовав чуть-чуть какие-то первые намеки на форму, ну, допустим, даже мы что-то уже прорисовали. И даже это имеет смысл на время смягчить. смягчить. Чтобы идти от туманчиков, а не от жесткого рисунка. Не сможете, не справитесь вы с жестким рисунком. А с таким романтическим приблизительно можно справиться. там линия носика. И вот мы ее примерно себе обозначаем. Тоже, видите, жестковато легло, да? Тут же пальчиком в мутату, гляденькую. Глёгенькую, мутненькую. Рыбка-глазик. Верхняя века и резницы длиннее, и складочка между веком и надбродной дугой достаточно глубокая. Как правило, у многих людей в основном так. Поэтому можно сразу дать достаточно широкое пятно верхнего века. и маловыраженная нижняя. Обычно рисуют равноценные. Но хорошо именно так. То же самое. Ну, допустим, бусинки глаз темненькие. Самое темное место у верхней линии обычно в районе той самой длинной ресницы и плюс темнота зрачка и от этого, конечно, самое темное место получается вот здесь. Вот здесь. Рядом с темнилкой зрачка и самой длиной. То же самое. Ну, бровочки там какие-то наметить. Самое темное, опять же, у бровочки возле переносицы. Поэтому всегда желательно это выразить. То есть, чуть потемнее, чуть повыразительнее у переносицы и чуть мягче там. Это если не брать черты лица, просто общу схемку. Конечно, у каждого есть индивидуальные черты, которые будут появляться по мере. с цветами выразить, если, допустим, рисуешь желтым, то все надо нарисовать желтым, а потом переходить уже в духовный цвет или... нет. когда я вижу это лице, мы сначала в пользу розовизны, а потом в желтоту. Свет желтит. Свет желтит. Поэтому а тело самого оно же красниночка и... ну, кровь, да, там есть. И поэтому сначала мы идем с красниночкой, с розовиночкой, желтый добавляем, но как бы в пользу розового. А потом начинаем переходить в пользу желтенького этот же замес плюс белила. И вот оно все светлее, все желтее, но на периферике в этих теневых местах сохраняется некоторая розовость, которая нас очень устраивает. Еще. Если, допустим, речь идет о портрите, ну, опять же, можно все и это же тоже на время смягчить, чтобы нигде не допускать жесткий рисунок. С жестким рисунком мы не сможем справиться. Поэтому все все время держим вот в таком состоянии. И из этого облака полу-полу-намеков вытаскиваем, все время поддерживая приблизительный характер. И до какой меры мы можем дойти, ну, щупаем, если мы чувствуем, дальше не особенно, когда губы начинают вырисовывать, ну, или глаза тоже. В общем, поменьше вырисовки. Вот какой-то приблизительный мотив, если он иногда даже нечаянно удался, в живописи очень много нечаянного. Иногда получился кусок красивого, а мы не заметили, что он красивый. И мы его продолжали, что он потерялся. Наоборот, если у нас получился красивый кусок, будь то фоновом петне, то мы его приумножаем, то есть мы заметили, что это красиво, значит, мы и остальные стараемся к нему, вот в его манерке решить, или в его цвете где-то обнаружили, о, красиво сочетается. Начинаем в тиражечке. Значит, красивые места обязательно в картине бережу. Вот это можно записать. Надо довериться где-то своему вкусу, что да, вот это вместо красивое. Потому что многие говорят, а я не знаю, где красивое. Ну как не знаю? Знаем. Просто я настолько не привыкла сравнивать красивое и некрасивое, что как будто бы не знаю. Нет, знаю. А, в портрете очень важный есть момент. Вот, если обойти всю классику портретную, классику, музейную классику портретную, вы встретите буквально три-четыре ракурса, которые буквально растиражированы. Один из них это вот такая модель освещения. Другая, самая распространенная, это вот а-ля Джаконда. Это самая распространенная модель освещения. Значит, если мы выучим хотя бы два, вот мы три четверти, да, три четверти пород головы. Мы выучим такой и выучим фаз. Если мы просто выучим модель освещенности, сделаем эту задачу, допустим, десять раз, мы в портрете будем чувствовать себя хорошо. Любой портрет, который мы соберемся затеять, мы осветим. Так. А их вообще немного, я же говорю, три-четыре модели освещенности портрета. Все остальные импровизации это уже опытные художники там иногда сложные какие-то рефлексы там добавляют какие-то подсветки, но основная модель, вот Джекон, ничем же не плоха, но это самая элементарная модель освещенности. Ну, скажем, Джекон тут как первая легко, потому что модель освещенности очень простая. Вот, поэтому выучить, буквально выучить, не импровизировать каждый раз, вот, человек, как попало освещенно, ты хочешь его нарисовать, не справишься. Выучить форму, как формулу модель освещенности определенной и тогда уже в этой модели укрепи руку и сознание. Научись в этой модели уточнять, уточнять подробности. Это, когда касается портрета. Фигура немножко сложнее, потому что фигура может быть освещена, ну, это все-таки целая история. там, конечно, посложнее сказать, что вот есть три ракурса фигуры, которые стоит выучить. Но, зато с фигурой можно более общо работать, какие-то приблизительности. Я даже взял какую-то картинку для примера, чтобы вы могли посмотреть, что да, действительно это феномен живописи, но при этом это очень легко. Ну, вот, скажем, работа с фигурой. Да? Это же картина, это же не каляка-маляк, это не детский сад, это картина, которая может быть была продана за пять тысяч долларов, допустим. Вот, это полноценная картина, очень видно, что успешно, опытного художника, который может себе позволить такого рода живопись. элементарно. Вот это делается элементарно. И вот эту элементарщину, как ни странно, вы себе можете позволить. Вот то, что денег стоит, вы себе можете позволить. А вот то, что никому не дают, я имею в виду вернисаж, умение рисовать. Вернисаж. Ну, понятно, что все не так элементарно, как я уже сказал, но тем не менее. Умение рисовать чаще всего уводит людей на вернисаж. Ну вот, что там рисовать? Там же рисовать нечего. Немножко, опять же, модель освещенности такая, только в другую сторону. Вот такой. Там немножко головы, все остальное это какие-то звуки, звуки, звуки. Звуки мастихином, звуки, может быть, тряпкой, чем угодно. А тем не менее, это сейчас вкуснее звучит, чем вырезанный портрет. Ну, потому что, пожалуйста, сфотографируйся и вот, как бы вы, еще и фотошопом доведите до живописного. Да, а вот это не может, фотошоп, не может фотография. А мы можем. А вот, обнаженная. Человек рисовал, рисовал, рисовал. Есть, вот, каленки, грудка, головочка. Это тоже взрослый, полноценный художник нарисовал картину. Он ее рисовал, рисовал. Она ему не понравилась, вероятно. Я просто знаю, как это могло бы быть. И он это, вот эту, взял и полил красным. Пока он ее поливал, он вдруг обнаружил, что, ух ты, неплохо получается. И так и оставил. Что он совершил? Он совершил, то, к чему я сейчас вас призвал. Доверять себе, если что-то красивое получилось. Доверять. Не получилось, полейте. у него шляпа образуется, симпатичная. Немножко выразим идею шляпы. И уже, и уже ничего. портрет очень тяжело, но его бояться не стоит. Надо выбрать себе просто правильный маршрут, выбрать себе задачу посильную. И вообще, в ближайшее время себе ставить только посильные задачи. минимум для того, чтобы не столкнуться с тупиком. Потому что тупики для новичка наступают беспросветные. Кажется, что, а когда же я тогда научусь рисовать? Вот каждая новая картина. Это будет колоссальный опыт сознания, ваш личный этот компьютер. И он будет все наращиваться, наращиваться. Где-то вы все равно что-то прорисуете. И у вас будет этот академический опыт, он будет нарастать. Но он будет нарастать продуктивно. То есть вы пишете картины, вы выставляете, вы вообще живете полноценной творческой жизнью, но при этом продаетесь во всю. Но при этом у вас нет этой комплексной полноценности. Это вообще замечательно набрать комплекс полноценности. С чего лучше начинать? Начинать с того, что хочется. Конечно, выбрать надо. Люблю цветы. Пожалуйста. Цветы вообще сейчас надо нарисовать. Цветы это совсем просто. Но я просто знаю, что взрослые люди очень часто любят портрет, нюх. А к живописи часто приходят люди сложные, богатые внутренним миром, сложные структуры приходят к живописи. Ни сложным ничего этого не нужно. А как правило, если сложную натуру наконец-то захотела живописи, изобразительного творчества, то как правило, она больше хочет человека, обнаженных, всяких, что-то связанное с человеком. Ну, хотя, конечно, влюблены в природу, я там, в путешествии, пописать, пописать, пописать. А начинать надо с того, что нравится, самое главное. Потому что ключи есть ко всему. Есть связка ключей к решению любой задачи. За этими ключами, конечно, ко мне. Ну, немножко на семинарах, совсем чуть-чуть, но больше в практическом исполнении и во время уроков. То есть у вас появляются ключи, и вы с этими ключами приступаете к аналогичным задачам. Обращу ваше внимание, что многие художники, ну, скажем, всем известно, что Саврасов прекрасный художник. Ну, вы посмотрите работы Саврасов. Одни и те же работы. Домик здесь? Домик. Домик здесь? Домик там. Деревце здесь? Деревце. Они ж настолько однообразны в основе своей. Возьмем Айвазовского. Десять тысяч однообразных работ. Ну, хотя, это же целый вопрос. То есть, конечно, художник где-то зацепился за какую-то идею, вот она у него лучше всего получит. И ее лучше всего востребовали. Конечно, он ее уже начинает отрабатывать. Потому что мы, конечно, ищем похвалы. Вот. Но если мы не ищем похвалы, допустим, а хотим себя просто пробовать в разных... Ну, опять же, и Репинт выжилтерся в паркете, и практически они только паркеты. Ну, есть более широкий аспект. В основном человек упирается во что-то и что-то пишет. А вам-то и подавно надо упереться во что-то. Потому что вы должны сначала сделать под ногами почву, а потом уже на этой почве развлекаться в разных направлениях. Поэтому ошибочно бросаться за все. Вот на уроки часто приходят, и поскольку после урока всегда готовой партейночкой, они очень довольны все всегда, то у них кругозор расширяется, но они очень много забывают из того, что они уже сделали. Поэтому пока человек не стыдился в одно, он не может добиться хорошего результата в этом. Поэтому они щипанули знания в паркете, в пейзарке, в цветочке и прочее, нащипали-нащипали, те забыли, новые прибыли, опять забыли. Ну, такая кажется немножко. Но, тем не менее, как правило, за год очень большая революция происходит в сознании человек уже мир окружающий видеть совсем иным, ну, цветным минимум, имеющим форму, имеющим содержание. Я, конечно, не запоражаюсь, вот, когда человек рисует цветок, допустим, но это же не шестеренка какая-то, у которой все одинаково. А вот сознание так настроено, что не может преодолеть вот этот одинаковый ритм. Он знает, что цветок как в детстве нарушили, элементарный, так? Он не может за это зайти. Хотя, обращающего внимания, ну, здесь два лепестка слились, вот они почти касаются друг друга, а здесь один он тапырился. Видишь? есть шестеренка, есть такие люди, даже не очень понимаю, откуда, может быть, потому что более простое сознание, может быть, не потому что они примитивные, просто простец, не примитив, а простец, может быть, так. У вас были случаи, когда вы говорили безнадежные? Ну, вообще, там безнадежных нет. Если человек захотел, были такие, иногда приходили, смотрят, думают, ну, 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 а девочка потом подходит и говорит, как вы думаете, у меня хоть какие-то шансы есть? А я говорю, ты сама видела, что плохо. Она говорит, ну, да, но я говорю, если ты хочешь, то, конечно, шансы есть. И она говорит, да, И действительно, два-три месяца она уже вровень со всеми работает. То есть, в принципе, уже вот этой, вот этого вывиха уже нет. Как часто занятия проводятся? Ну, я-то вообще почти каждый день провожу. Просто есть общие занятия, есть индивидуальные занятия, то есть несколько форматов. Ну, есть командировки, еще, не знаю. А когда придет видение цвета? Вот все учителя требуют увидеть? Это из практики потом, когда все равно учимся? Ну, опять же, вот Макс знает, он говорит, ну, это же очевидные вещи. Даже дольтоники, то в принципе, вот я дольтоники когда рисовали, все идет прекрасно. Мы видим цвет, ну, если мы розовый видим в природе, цветов, допустим розовый, мы видим. Где-то разбили на розовый, а где-то не разбили на. То есть, ну, это видим. Видим цветом, умение цветом воспользоваться. Оно приходит, если мы используем скупую палитру, если мы педантично это используем, скупую палитру, то, конечно, это придет скоро. Потому что, ну, что там, четыре краски, ну, арифметических действий очень мало. Поэтому, конечно, мы очень быстро освоимся. Зеленую, вот просто вообще есть палитры, если у кого есть зеленые выброски. А, я хотела продумать, вот, у меня поставили коричневый горшок, да, я вижу, там он светлее, коричневый, там темнее, там блик, а вот я не вижу, мне показали, там вот зеленый, а там красноватый, я не вижу, у меня оно все коричневое, вот приобретает этот. Да, и прексы действительно могут и зеленее, и краснее. Вот этого не вижу, зеленый, красный. Да. Считать цвета. Так, отрежу. Оно придет, да? Сейчас я только посмотрю. Ну, нету, здесь нет. Но требует же эзотичности, чтобы вот точно такое нарисовать. Дело в том, что, конечно, общая образовательная система, она рассчитана и медведя научить рисовать, с одной стороны, и с другой стороны, она рассчитана на какую-то унификацию. Все должны это видеть. Но есть люди, которые могут действительно не так богаты видят в цвете, и не так у них это жажда цвета есть. У них есть жажда форм, жажда какого-то движения, а жажда цвета нет. И чего его насиловать, когда есть живость без всякого цвета и очень красивого. Да, она динамична. Я не знаю. Ну, я не знаю. Здесь же какой здесь цвет? Здесь нет цвета. Зелененькая, зелененькая пятно. Вот это. Сколько там того цвета? Ну, наверное, если бы поставить эти бутылки, поставить этот мой пятно, но другой художник бы там столько цвета бы накидал. Есть цветовики, а есть среди известных художников есть. Ну, вот это вот северная русская северная школа письма. Она же вообще серенькая, серебристенькая. там цвета нет цвета. Приняйте в Крым, там у художников один сплошной цвет. Они как сумасшедшие за этого цвета. Я сам в Крымце. Там болеют с цветом. А на севере на город болеют вот этой тишиной, вот этой спокойствием, возвышенностью. Иконы есть яркие, а есть очень тихие, вдержанные, где акцент идет на рисунок, а не на цвет. А есть очень яркие. Поэтому не надо почем зря себя насиловать и ставить вот это делает, а я это не делаю. Делай то, что тебе нравится, то, что тебе свойственно. Вот, в общем-то, это же естественно, да, мы же не учимся одновременно и танцевать, и рисовать, и петь, и по горам лазить. Что это еще? На игре надеться. Да. То есть, нет, можно, конечно, и так, но тогда просто чеснуть зубы, изучать этот цвет. То есть, не обязательно. Есть понятие грязали, да, ну, грязальная цвете, грязальность, то есть, однородность цвета. Это же красиво на рисунке. Однородность цвета, да? Это красиво. я не взял грязали толком. Ну, вот грязаль на цвете вот эта фотография. А, да вот. Конечно, конечно. Нету цвета. Есть идея мазка эффектная. Есть. Он там мастихином какие-то полосочки накидал. Организовал пространство. Вот что это такое нацеркало? Он что-то изображал? А можно подключить? Пожалуйста. Он же ничего не изображал. Он просто организовал пространство. Он создал эмоцию на краске. Взвинтил эту эмоцию. Немножко там рисунок. Ну, здесь, конечно, бы нам пришлось немножко туго, но, тем не менее, все-таки это же пассивно, это же трафаретно. Правда? То есть, несколько темных пятнышек. Глаз, подносик, рубочки, темные пятнышки. Особого, точного рисунка нет. Вот наша, это наша живопись, это для нас. Даже, но пока мы будем делать такую, у нас сознание будет усложняться в пользу точности. И если мы захотим точности, то по мере усложнения нас... Потому что, действительно, есть, когда мы только приступаем, у нас две октавры всего. А потом набираем, набираем, набираем массы, и у нас уже целые мелодии получаются. Но, опять же, а может быть, и не обязательно во все стороны развиваться. Может быть, выбрать какую-то вот такого рода легкую живопись, совсем легкую. Вот, кстати, импрессионисты, знаете, что импрессионисты, некоторые пришли из... в импрессионисты пришли люди из клерков. То есть, они вообще кто такие? А тем не менее, стали основоположниками импрессионизма, в том числе. Потому что импрессионизм, как форма живописи, очень удобная. ее можно ослужить даже без этого толщины академического знания. То есть, легкое письмо, акцент на цвет, на взбитость мазком. Ну, кстати, если вам интересно, идея импрессионизма во многом вот в таком мазочечке. Вся картина взбита мазочком. Просто взбита мазочком. Всяк, всяк, всяк. То есть, все-все-все взбито, все светлое, темное, небо, небо не выкрашено, а взбито мелко-мелко-мелко-мелко рябью мазочком. И этот мазочек, кстати, укладывать очень удобно вот таким образом. Кисть держим, как бы, клювиком пальцев. И вот такие, вот такие ударчики, чуть-чуть протянутые. Не просто макнуть, а ударчики протянутые. И у нас появляется рябь этих организация пространства на картине. Вот такой рябью возникает. И вся-вся-вся картина в этой рябе, даже если не точно по рисунку, но от этой ряби ты смотришь, смотришь, как живет, ничего весело. Ну, они еще акцент на цвет, то есть, опять же, на синих тенях, где его чуть-чуть, они с полной силой. И не потому, что они так видят, они просто хитрят. Они знают, что синий в тени хорошо звучит. Он несколько раз это сделал, ага, заметил, ну, я имею в виду условно художник, мировой художник из Покон-Веха. Он заметил, что в тени красиво звучит синий. И на фотографии этого синего видит вот с посолечкой. А он, значит, это преувеличенно прозвучит. Подкладывает синий. Ну, а на световые пятна преувеличены оранжевые, а не просто белые. Это уже по рисунку делалось, то есть, когда там для того, рисунок, потом на тебя накладывается? Нет, это цвет. Нет, сначала, вот допустим, если мы пишем пейзар, а-ля импрессионизм и вообще любви, у нас есть цвет неба, да? Он дает рефлексы, то есть, своим цветом, почему тень синяя? Потому что небо отразилось в этой тени. Свет, солнце сделало свет оранжевым, разбелым оранжевым, а тень осталась голубой от неба. Рефлекс. От неба голубая тень. Она голубая и на траве, она голубая и на земле, то есть, она голубит. А вот это небо, мы создаем среду обитания всех предметов или там человеческой фигуры, сразу создаем среду обитания. Набрасываем это небо на все. Потому что мы знаем, что небо дает эти все рефлексы. И мы соло это не среду обитания, разбил, этот голубой, полностью все выштриховали. А потом вгоняем уже деревца заднего плана, домики, еще что-то, травки на переднем плане. И получается, картина. Но я к тому, что этот голубой он всюду вмешивается с одной стороны. А с другой стороны, краска, которую мы положили в небо, она дает более удобного вкладывания мазочков. То есть, им не так сухо, как вот если сухомятку эту что-то укладывать. То есть, мы встали в среду. Ну, как бы, небольшая замена цвета происходит. Больше голубого во все. То есть, нам где... Ну, понятно, что мы затопчем этот голубой, где у нас тут, то есть, все будет. Но все равно, где-то он мигнет, и даже пока он будет там присутствовать, пока мы будем все набирать, он уже, он нам все время сгармонизирует ситуацию на хвостке. Очень... Ну, это, конечно, не отсягла ни к чему. Я вот, кстати, хотел бы показать вам, допустим, такой, пару таких маленьких веселеньких вещей. Вот, допустим, нам нужно нарисовать отражение в воде. Вот, смотри. Или, допустим, мокрый асфальт. Мокрый асфальт, лужи. Есть вот приемы, которые настолько удобны для исполнения. Вот мы просто навалили краски. Условно, мы сейчас, допустим, рисуем отражение в воде. Ну, я посмотрел в видеоуроке, конечно, знакомый с этой типурной. То есть, отражение очень часто как стекло. Когда тихая вода, отражение как стекло. Там висит, стекает. И просто даже сбив направление краски мастихином, допустим, просто сбит. Мы уже получим эффект плоскости, на которой это все происходит. А над этой плоскостью, допустим, зелень нарядная, комковатая, иная по содержанию. Это как стекло, а это комковатое. И посмотрите, буквально замокательным таким мазочком. Посмотрите, как мгновенно можно создать деревца. Теневые снизу, допустим, чуть-чуть. Кашисто, густотой краски. Не опытным неумением рисовать, а густотой краски. Просто умением ее упаковать на хвост. Мы раз и получили деревца, которая здесь отразилась. Темно и чуть-чуть отразились, которые снизу в деревце. Вот они. Вот деревца отразилась. А здесь на переднем плане допустим, травочки. Вот как рисовать травочки? Ну, это просто. Взять и создать множество травы. Где это может быть? И коричневизна, сухость какая-то. Травочек земля может где-то чуть-чуть просвечивать. макательно вот такой ударчик по холсту. Ударчик и посмотрите, что творится. Травочки нет. Эти травочки у нас допустим зацвели. Вот. Это получается у сетки очень легко. это вы потом тоже можете попробовать. Допустим, какие-то ромашечки. Ромашечки по другой траектории допустим. Вот по такой траектории. Матильчик. Может там вдалеке грунт отделяет воду от герела. Слякотный мазочек. посмотрите, как у нас богато выглядит эта почка. Что-то там ничего не нарисовано. Это просто клякса. Но клякса краски создала эффект содержания на земель. вот чуть-чуть и в отражение добавил. Сам этот бережочек. Еще я хотел вам показать очень симпатичную вещь, потому что так легко пишутся, что аж хочется показать. да, многие цветы в этой манере потом очень легко будет вытворять. Совсем легко пишутся. Так все получают такое наслаждение цветиков. Ну, я сначала хочу, чтобы пощупали вот эти вот вещи. Прямо подошли и пощупали. Как можно нашпиговать красочкой, густотой, сляхотно, сляхотно, макательно, чуть-чуть, чиркательно, блашмя, мастихином, блашмя, чиркательно, макательно, густотой, чтобы вы попробовали. А потом после перекурчика порисуем немножко цветоники и тоже получим удовольствие. Кому очень важно научиться вырисовывать, ну, вот, есть такое желание вырисовывать. На рисунке вы просто будете совершенствовать свои чувства пропорции, умение вкусно подбирать касания, предметов фоны, линейный рисунок, акцент такой даже для себя исследовал, опять же, конечно, штриховательные вещи, которые и в масле живописи. То есть, можно будет совершенствовать рисунок. Для того, что, говорят так, академическая формула выглядит так, живопись это рисунок цвета, все привычки рисовальщика идут на хол. просто рисунок он не может работать фактурами, а масло хитрит фактурами, обыгрывает все густотой краски. Вы видели, что это действительно возможно. Густотой краской не умею ничего рисовать, просто правильно чуть-чуть прибить руку, грубо говоря, 3 часа и рука прибита. Маленького размера холса, но не такой маленький холст вообще надо забыть. Вообще это у нас минимальный формат на уроках, но не рекомендуем. Да, до 30 на 40. Не рекомендуем, потому что на маленькой руке негде размахнуться и она не понимает, что не так, страдает, мучается. Ну так, конечно, маленький призарчик накаляржить можно, цветочек можно накаляржить. Например, если цветы, то когда вы пишете цветы, старайтесь, чтобы цветы были в натуральную величину. Натуральную величину удобно, воспринимаем в натуральную величину, портрет в натуральную величину, даже обнаженная фигура удобнее писать в натуральную величину, потому что мы так воспринимаем. Ну, как-то компактно ее сложить для холста. Ну, Либо уже, как у нас была лаверинка здесь, тогда она уже принципиально меньше, кратное число уменьшения, там уже другая история, если нам не все же заваливать красными составами. Но, скажем, цветочки, портретики всегда меньше, лучше делать стремящиеся к натуральной величине. Академическая формула – это две трети от натуральной величины, но до двух третей надо еще сознание ставить, надавить на это сознание, чтобы оно согласилось уменьшить до двух третей. Хотя академическая, музейная формула – это две трети. Ну, сейчас даже и преувеличенно делают, вы знаете, портреты вот такого размера делают, и все это оправданно, все это звучит. Опять же, в живописи есть понятие «звучит, не звучит». Вот мы иногда смотрим, красиво или не красиво, а может быть иначе. Звучит, не звучит. Если то, что ты положила, звучит… Вот только что мне показали пейзаж этого фильма «Париж». Ну, шикарная вещь. У нее язык другой. То есть, просто люди рассуждают, а что криво? Да это не криво, это наивно. Это элемент наивной живописи. Хотя она очень гармонична, она вся гармонична. Просто там есть вот этот намек на наивную живопись, что, конечно, делает ее уже с языком живописи. То есть, опять же, выбор языка живописи. Есть такое понятие «язык живописи». Есть академическая формула, академический язык. Это что вижу, то изображаю, но только используя художественный прием. А есть разные языки живописи. Вот скажем, а импрессионизм – это не только стиль, манера, но это еще и язык живописи. И среди импрессионистов есть немножко такой язык, немножко всякой. То есть, лучше понятие языка живописи, чем стили. Потому что в стиле путаются сами эти искусствоведы, путаются. А язык живописи понятно. Вот в этом языке живописи похож на язык живописи, допустим, такого. Или в данном случае похож, пахнет немножко наивной живописью, уклонной этих может быть. Но это уклонная, они звучат. Все так смотришь на нее, оно звучит. А то, что простолюдину это может не понравилось, не понравилась неточность. Как ему не понравилась непрописанность окон, да, ему же много чего не понравилось. Но то, что это живопись, понятная живопись, человек с уже ненаскоразвитым вкусом, конечно, сразу предвидит, что это хорошо. Вот, мы сейчас три точки попробуем. Вот, а действительно, уроки рисования хорошее дело было бы, очень хорошее. Тем более, что уроки рисования, они были все-таки отдельны от живописи. И хочется тренировать руку и глаз, и в умном направлении, конечно. Замечательно. И обязательно онлайн. Да? А? Рисование. И в том числе обязательно онлайн. Ну, я не знаю, сможешь ли еще онлайн это делать? Правда. Скажите, а портреты рисовать обязательно надо набить руку карандашом? Рисование. Или можно сразу маслом начинать, сразу? Масло, это же. Живопись, это рисунок цвета. То есть, можно без рисунка обойтись. Потому что кисть тоже инструмент рисования. Мастихин надо тоже инструмент рисования. Палец. Вот, это все рисунок. Но только цвет. То есть, без рисунка можно обойтись. Но рисунок, так мы тратим холд. Так мы должны вдохнуть и сделать. А рисунок мы можем часик порисовать. И, в принципе, уже хорошо. Вот, мы просто чуть-чуть потренировались там. Не рисуйте кубы, не рисуйте драпировки, не рисуйте. Рисуйте сложные вещи. Ну, допустим, если хотите нарисовать драпировку, нарисуйте, скажем, подробный пакет, где будут задрапированы ткани на фигуре. Ну, чтобы вам не было сложно, потому что нет у вас времени рисовать драпировку. Нет у вас времени рисовать шар бесконечный. Для шара голова есть. Диаметр очень плохо. Кисти как, ну, как и с холдком, только плохо. И с красками плохо. Ну, скажем, вы пришли в салон. Вы пришли в салон купить краску. И вот, допустим, голубая ФЦ есть, там, морс-коричневая есть, а жёлтой, как не жёлтой, светлой нет. Поэтому, конечно, лучше иметь дома запасы. И когда вы не наткнулись, у нас здесь скоро будет галерея. В том числе. И вы всегда сможете купить у нас и холд, и этот перечень. Вот этот скупой перечень, там же в галереях, в салонах для художника, продается всё. В том числе, из-за всякого массива. Из-за всяких типов нет даже. Вот. А у нас будет только для живописей. Да, мы в случае ещё учреждения. А вы, это ученики или вы только свои картины делаете? Мы же не будем говорить, что тут будут работать уже нет. Для всех людей с улицы. Это будут полноценные художники. Почему? Потому что у нас картины полноценные. Кисти. Значит, с кистями... Кистей тоже, как и всего производителей, много. А хороших кистей мало. Некоторые говорят, вот хорошо колонок. Очень хорошо колонок. Особенно, если ты знаешь, что им делать. Ну, конечно, колонок прекрасен и для акварели. Но колонок, он же быстро выйдет из строя, а стоит он безумных денег. А есть синтетика, которая заменяет сейчас и колонок, и щетины, и прочее. Есть синтетика очень тоненькая. Они такие приятные для женских вот этих. Она очень приятная. И кажется, что вот эту ещё куплю. Будет очень приятно писаться. Нет. Значит, нечто среднее между колонком и щетиной – вот такой ворс. И вы можете, конечно, в конце, после ручка ощупать это. Длина ворса очень важна. Вот у этих кистей хорошая длина ворса. И у коротеньких длинный ворс, и у длинных, и у широких. Кто производитель? Да, есть производитель. Они продаются иногда в магазине. Приходим, покупаем, если увидим. Очень хороший. Ну, колос, фаламилк. Ну, вот такие. Профессионалы знают, что они хорошие. Покупают. И непрофессионалы, потом, когда приходят в этот салон, им достаются кисти для клея. Каких-нибудь китайцев, может быть, даже голландцев. Кто-нибудь в Голландии делает, на всякий случай. Маркировка-то красивая, штучка красивая. Но это особенно ужасно, когда новичку дарят кисти кто-нибудь из доброжелателей. Потому что, конечно, покупают подешевле. И покупают по виду очень красиво. Писать им совершенно невозможно. А, как правило, если новичок приносит мне свой набор домашний, две трети сразу можно выбросить. А остальные пока не пригодятся. Поэтому рекомендую кисти этой марки. Можно будет покупать это у нас. У нас будут. Ну и сейчас есть немножко. Вот. И очень редко. И а-ля тоненькая, кругленькая, к сожалению, с этим вообще за вас. Вот. Если когда-нибудь встретите, вот вернисаж, слово вернисаж, кругленькая, первый, второй, третий номер, это ваши кисти. Если встретите, покупайте сто штук, потом нам же испекольнете. Очень хорошие кисти. А эти встречаются в магазине. А? А трубка, да, типа. Да, вы сейчас в конце потом подойдете, я пойду кушать, а вы трогать. А вот это все номера. А тут все будут номера. Вы прямо так. А там один, два, два, четыре, четыре, четыре. Достаточно. Какой минимальный набор? Да, минимальный. Ну вот эти все. Все. Нет, ну так четыре цвета. Все номера. Там есть продолжение номеров. Я понимаю. Это плоская овальная. Начиная со второго номера, заканчивая двенадцатым. Вот это двенадцатая большая. Ну такие вкруглики. Конечно, несколько обязательно иметь. К сожалению, продаются такие плохие, а это вот хорошее. Ну вот если Бог даст вам когда-то купить, купите много. Она вам будет всю жизнь пригождаться. Ну кольцучек, говорю, спекунете нам, мы уже перепродадим вам. Все будет хорошо. А здесь же там какие-то ровные, косое, но проведение кистики. Да, да. Очень хорошо, когда есть какие-то варианты. Хорошо, что все это и есть. Что это все встречается, что мастихины разных, ну действительно для разных задач можно разные мастихины использовать. Тот мастихин, которым я увлекся, ну я не случайно, что он увлекся, он просто очень право, он все, что хочет, вытворяет. Вот те другие не все могут, только какие-то узкие задачи, а этот на все звучит. Ну вот, к сожалению, их стали выкупать из-за фигуры. Ну и номер всяких. Он тоже номер на фронтах. Да, 61-й. Италия, Роза. Может, я не писать. Ну мы их отлавливаем, но нет. Найдите. Вы требуете, для желания. Есть? Алилоскоп. Где их дадим? Да нет уже есть там. Есть еще длинные мастихи. Маленькие, маленькие. Вот. А есть для крупных задач, вот более такой длинный. Вот этот я номер уже не вижу, потому что вы видите. Но это тоже для крупных задач, вот для поноволки, чтобы его закидать, закидать, закидать. Это классно. Все осторожно. То есть уже стоит. Ну, просто большой. Зосорожно. Вот такой каплеридин. Каплеридин. Ну, эти иди. Да. Ну, эти иди. Кстати, ну, например, если вы писали-писали, как-чем написали-писали, и в итоге получилось так себе сегодня. Ну, не пошло. Ну, не пошло и не пошло. Холст убивать не стоит. Стоит его затереть. И будет, так называемая, имприматура. Так нам бы пришлось избавляться от белого, прежде чем начать работу. А так у нас белого уже и нет. И мы, когда он высох, ну, допустим, мы в конце работы, ну, не пошло. Вытерли. И когда он все высохло, мы снова приступили на нем, но у нас уже есть темная подкладка. Потому что мы уже, вот, если маслом идем, от темного к свету. Вот это можно записать. Если в акварели мы идем от цветов к темному, то здесь от темного к свету. Сначала будет чуть темнее, чуть темнее. Так, и вот эти вот у нас цветочки. Игорь, можно по-моему слову еще вот относить на масло, лака и масло? Да. Значит, в качестве тройника, вот я говорю, что продаются готовые тройники уже за место. Там масло, если какие-то. А есть, как бы, классические тройники, это масло, вовремя, разбавитель, масло и лак. Лак, допустим, домашний. То есть, не для покровных работ, а такой для жевательских работ. Причем, часть, которую составляет разбавитель в этом, может быть разная. То есть, можно один-один-один, а можно два разбавителя, две части. Одну часть масла и одну часть лака. А можно еще жижи, то есть, еще больше разбавителя. Второй сеанс, или третий сеанс, когда мы выписываем что-либо, красочка немножко пожухла на холсте. Особенно второй слой, когда мы по сухому начали что-то выписывать, что-то писать по сухому. Краска пожухла. Пожухла, она перестала блестеть, перестала быть нарядной. И мы, прежде чем приступить к работе, если эта работа высохла, просто протерли этим тройником работу и тряпочкой собрали лишнюю влагу с холста. Работа снова стала свеженькая, мокренькая, но не течет по ней, потому что мы тряпочки собрали, то, что течет. Она просто стала мокренькая, и масло с лаком дали глянцевость, блестящесть, мокренькость. Растворитель удалился, плюс он дал связку растворитель. Он немножко растворил верхний слой, нижнего слоя, и который мы кладем сверху, он уже немножко схватывает предыдущий слой. Ну, это как бы второй, третий, четвертый, вся. Чем он научился? Кистью можно. Кистью просто натёр, натёр. Ну-ка, так, наштриховала. Можно ещё вопросы? Когда уже вот картины высохнуты, каким-то марским лаком покрываем, или какой-нибудь писательный? Нет, там есть акрилстеровый покрывной, какие-то пшикулки, что она придумывает. Равномерный блеск, равномерная... Иногда даже можно лаком притопить немножко фактуру. Вот, скажем, мы лицо писали, 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 слишком много фактур возникло. И мы более густым слоем лака чуть-чуть притопили фактуру, ну, как вот глянцевые вот эти вот поверхности столов, да? То есть они же совсем ровненькие. Ну, не до такой степени, конечно, за ним. Ну, немножко притопили фактуру. И она уже более человечная. А когда покрывать лаком? Когда уже полностью всё высохнет? Да, обычно классика жанра — это через полгода. Это в древности так. В наше время можно это, конечно, и через месяц. Ну, что ты еще нарушаешь. Да, да. Ты еще нарушаешь. А если не открывать? Да, в первых, они не пойдут, а в вторых, это как раз. Скажите, пожалуйста, а вот некоторые задают вопрос, а зачем делать подкладку на весь холст? Среду обитания. Среду. Это всегда надо делать, да? Вот мы всегда выкрашиваем или белый, всё, или вот... Лучше. Лучше. Особенно для письма, для письма легкого такого а-ля фрима. Для этого письма, конечно, нам нужно закидать чехол с краской, чтобы дни, 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 дни... Потому что мы на фактурах больше играем, на жестах, на каких-то... И, может быть, не однотонных, да? Ну, да, да, понятно. А белый мы иногда накидывали, чтобы... Вот если у нас что-то, мы предполагаем сделать, что-то разбеленное, чтобы этот белый уже навязывался, навязывался, чтобы у нас не было активных пятен, вот такого рода, да, чтобы всё немножко топилось в белилах. Ну, такой просто ход. Слушайте, есть олифа и вменное масло. Это в любом случае, в принципе, или какая-то разница происходит? Вменное масло, в принципе. Изменная олифа и олифа. Ну, олифа, по-моему, для иконных работ. Я, честно говоря, олифа и олифа и олифа и олифа и олифа и олифа. Она ссыхается, она сдала вещество мокрости, свои первый слой, и мы уже слишком вязко работаем. А так мы с маслицем. Маслице не даёт впитаться, как ни странно. Так на поверхности и обживается. И мы там на маслице это набираем, и оно деликатенько-деликатенько, тоненькими слоями, не успевает схватиться, и мы можем целые сутки, опять же, баловаться. Ну, это, по-моему, лучше подъеда, да? Более тонкий. Ну да, где нужен тонкий слой, тонкий рисунок. Ну, допустим, у нас здесь какое-то глуховатое темное пятно на задней петре. И мы... Есть такое понятие ритмов в живописи, то есть, когда всё направлено, допустим, в одном направлении, или несколько направлений в картине. Скажем, небо вот по такой траектории набрано, а растительность по вот такой. Вот эти вот листики и прочее. То есть, это ритмы. То есть, так же, как в поэзии и в музыке. Это всё интересно. Поэтому ритмы, если возможно, тоже используем. То есть, если мы рисуем листья, вот импрессионисты это придумали, и всё-всё-всё мелким мазочком в этом направлении деревца взбалтывают, 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 появляется эффект ритма. Да? Это же ритм? То есть, они все немножко направлены в этом направлении. А если бы мы их разных направлениях, причём внимательно бы следили, ага, эти листики сюда, эти сюда. Нет, и так тоже, как вариант. Ну, просто это немножко более сложно, пропадает идея ритма. А это красиво, когда есть ритм. Опять же, трава по направлению такому. Вы видите, я уже автоматически, у меня кисть лежит на холстке, да? То есть, хорошая привычка. И вы тоже будете осваивать эту привычечку. Ну, то есть, понятие ритм. В данном случае, фановое пятно задаст на эти ритмы. Какие-то цветовые нюансы. Есть такое понятие грязца. Есть грязь, а есть грязца. Я думаю, что если вы будете пользоваться именно вот этими красками, то пока вопрос грязи не возникнет. А грязца, она уместна. Она хорошо оттеняет задний... Хорошо оттеняет красивый, ну, нарядный цвет. То есть, если мы на грязцу кладём в какой-то цвет чистый, он красиво звучит. И вот, допустим, фановое песно в этой картине мы наберём по косой туда. Где-то такой мятой косой. То есть, немножко организовали пространство. Когда мы это, допустим, сделали на всём. Вот у нас, допустим, цветочечки. Центральный цветочечек. Опять же, тот же прикольчик. Мы достали в сухой холл, чтобы положить небольшое количество краски. Над ним ещё один цветок. Там ещё один цветок. Здесь красный цветок, розовый. Ну, видите, я взял по вертикали, для того, чтобы не сильно кланяться к нему. И вот, например, что важно в таких вот вещах. Внятная теневая, внятная световая. Обратите внимание, светлый в тени не равен светлому на свету. Очень важные моменты. То есть, когда речь идёт о свет и тени, то очень важно, что всё, что в тени, в рамках теневой. Всё, что на свету, в рамках световой. Тогда форма шара прозвучит. Тогда это будет естественно в пространстве и прочее. И вот мы, допустим, пальцем. Почему пальцем? Очень удобный инструмент для решения такого рода задачи. Мера краски соблюдается хорошо пальцем. Так, теневую. Она там немножко селеньет. Немножко селеньет. Вид. в центре там рыжести, допустим. Немножко розовости, рыжести. Теперь начинаем усиливать световые. То есть, как бы мы сначала положили теневую. Помните, мы идём от тёмного в светлый. Палец прямо заточен.